Добрый день! Изучал рецепты к новогоднему столу. Перелазил на многих сайтах, посмотрел и такой начал размышлять, что все, что-то какое-то такое очень... Просто какая-то жирака, просто жирака, мешанина какая-то, все это вместе перемешано. Классно, классно, ну а что, мы же любим на Новый год поесть чего-то такого намешанного и нажористого, вкусного. Я закусочку сегодня покажу одну, она довольно простая, но при всем этом очень вкусная и дешевая, недорогая в смысле. Дешевая неправильное слово, недорогая. У меня вот тут вот петрушка. Петрушечку нужно мелко порубить, вот так вот сначала соломкой, потом поперек. В общем, мне нужна мелко порубленная петрушка. Можно не очень мелко, но петрушка сама по себе имеет жесткие листочки, поэтому всегда ее рекомендуется помельче резать, если вы хотите добавить в еду. Но во всех ресторанах по всей России, ну почти во всех, 95% петрушку использую как украшение, потому что она очень долго хранится. Лежит, хотел сказать, хранится. У нее листья деревянные, ее все равно в тарелке никто не ест, но ее все равно повара используют как украшение. Зачем? Не знаю. Лучше вообще ничем не украшать, чем украшать петрушкой. Но, тем не менее, петрушка имеет свой травянистый аромат и вкус, поэтому зимой, когда хочется зелени, можно добавить петрушечки сюда. Значит, но можно добавить вообще любую зелень, какую вам заблагорассудится и захочется. Не забыл, куда ты ее добавил. Не, я пока не буду говорить, куда я ее добавил. Я добавил петрушку, как вы уже поняли, в горбушу горячего копчения. Пошел в какой-то соседний магазин, посмотрел, посмотрел, увидел горбушу горячего копчения и думаю, а не сделают ли мне закуску для моих дорогих подписчиков. Горбуша горячего копчения, я ее с костей снял, сюда бросил, чтобы там косточки нужно руками перебирать. Я надеюсь, вам не надо было показывать, как это все делается. Значит, сюда я добавляю немного горчицы дижонской. Прям вот чайная ложка есть тут, ну, наверное, есть, чуть меньше даже. Горчички. Теперь у меня сюда идет... Ой-ой-ой. Тут уже у меня еще кедровые орешки жарятся. Пока я рыбой занимаюсь. Сливочный сыр, творожный, вернее, вот так будет правильно сказать, творожный сыр. Ну, типа там, креметта какой-нибудь. Какие еще бывают творожные сыры? Ну, в общем, то, что намазывают на хлеб и то, что имеет слегка подсоленый вкус. То есть маскарпоне не подойдет. Буквально тут вот, как бы это вам сказать, ну, 50% от объема рыбы нужно сыра. Здесь как раз его примерное количество. То есть на 100 граммов рыбы нужно 50 граммов творожного сыра. Ядровые орешки блестят. Видите? На медленном огне вытапливается масло. Если вы вытапливаете масло, а потом оставляете их на сохранение, например, в чашечке, то термообработанное масло быстро прогоркает и орех быстро становится горький. Если жарите, то жарьте столько, чтобы вам хватило его весь использовать. Либо просто съешьте это все ложкой в себя. У меня орех тоже для этого блюда, как вы уже поняли. Но пока что он жарится. Я сейчас должен превратить рыбу, сливочный сыр, горчицу и петрушку, в некое подобие фарша. То есть я должен просто это все размять вилкой. У меня перчаток нет. Ай, жалко, что перчаток нет. Но ничего страшного, без перчаток справимся. Пока есть возможность руками не трогать, я не трогаю. Попадаются косточки. Вдруг вынимаете, выбрасываете. Из орехов вытопилось масло. Его бы хорошенечко впитать в салфетку. Вот так. Любая рыба горячего копчения разминается вилкой. Вместе с творожным сыром превращается в такой паштет. Паштетик самый, что ни на есть, вкуснейший. Потому что мы знаем, сыр такой подходит прекрасно для всех видов сэндвичей. А если вы сделаете какую-нибудь намазочку, немножко разбавитесь оливковым маслом, вообще будет огонь. Значит, что я делаю дальше? Теперь делаю вот что. У меня есть пергамент. Кусок. Кладу его на орехи. И теперь беру скалочку и вот так вот разминаю орешки по пергаменту. Они трескаются, хрустят, ломаются. Ух ты! Классно! Теперь нужно это все пересыпать на пергамент. И немного руками просто пошурудить. Для того, чтобы лопнувшие орешки, да, просто распались. В труху их обмалывать, перемалывать не надо. Нужно, чтобы они, знаете, некоторые орешки полопались, некоторые целыми остались. Мне нужна панировка. Панировка из орехов. Ну, там, теоретически, если вдруг кажется, а мне кажется, что недостаточно хорошо они у меня перемололись. Опа! О, огонь! Все чувствую прям как, о! Короче, вот такая панировка получилась у меня из кедровых орехов, обжаренных кедровых орехов. Сюда я больше добавлять ничего не буду. А, нет, давайте я добавлю сюда небольшое количество паприки. Ну, знаете, для цвета. Чтобы было прям красиво. Теперь мне нужна тарелочка, в которую я буду выкладывать чудо-юдо-рыба-кит-закусочку. Тарелка может быть большая, маленькая, любая. Если стол большой, гостей много, поставьте в центре стола большое зеркало. Тогда гостей и закуски будет в два раза больше. Дай-ка я попробую. Будет оно у меня. О! Вроде отлично. Значит, теперь нужно взять небольшое количество фарша, сделать вот такую вот плюшечку и положить внутрь оливку. Плюшечку закрыть, скатать в шарик, обвалять в панировке в ореховой и готовую закусочку положить вот сюда. Опа! То же самое делаем со всеми остальными. Вот такие совершенно офигенные шарики у меня получились. У меня панировка, правда, осталась ореховая. Можно, знаете, что посыпать ей что-нибудь. Намазали бутерброд обильным маслом, кедровыми орехами посыпали, зеленухи сверху, сбрызнули табаско для остроты и вперед. Идея вам ясна, ингредиенты можете менять. Оставьте рыбу, возьмите любую какую-нибудь. Оставьте сыр, возьмите сливочный. И, конечно, орехи. Вы можете выбрать любые, но оставьте орехи. Чуть-чуть паприки, может, копченую паприку, можно чуть-чуть там каких-то смесей, специй, которые дадут вкус. И получается такое вот, такая Рафаэлка. Вкусная рыбная, самое главное. Пахнет великолепно. Быстро готовится, и ею классно порадовать гостей на новогоднем столе. Да это просто великолепие. Быстро, вкусно, понятно. И с наступающим Новым Годом. Лайки там, комменты. Как это нужно правильно говорить? Перепосты, да? Да, самое главное, чтобы на столе у вас всегда был праздник. Чтобы вкусно было. Дорогие друзья, для этого канал существует, но не для того, чтобы лайки, перепосты. С наступающим! С Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова